Мы сегодня собрались для торжественного вручения ключей от новых автомобилей. Часть из них с особенными функциями. Эти функции олицетворяют новые подходы нашего ведомства к содержанию территорий. Ключи от 24 новых автомобилей вручили начальникам территориальных управлений Московской области. Шесть машин оснащены системами интеллектуальной фиксации нарушений в сфере благоустройства и экологии. Умные камеры, установленные в транспортных средствах, будут автоматически распознавать дефекты и оптимизируют процесс инспектирования. Ключевые задачи, которые ставил перед нами губернатор на эти и последующие годы, чтобы территории Подмосковья стали максимально чистыми. Это касается и дворов, и общественных территорий. А значит, мониторинг состояния территорий должен быть эффективным и достаточно частым, чтобы мы успевали увидеть нарушения раньше, чем их видят жители и направляют нам на портал Добродел. Такой формат мониторинга увеличит количество инспектируемых территорий за день и уменьшит человеческий фактор. Так, передвигаясь от объекта к объекту, умные камеры без усилий распознают более 70 видов рулогодичных и 35 зимних нарушений в содержании территорий. Информация о таких дефектах, как граффити, грязный опор освещения, переполненные контейнеры и урны, ямы на асфальтовом покрытии и многое другое автоматически направляется в специальную мобильную систему. И ответственные организации сразу получают задачи в работу. Инспекторы опробовали новое устройство мониторинга и теперь выявляют в 10 раз больше нарушений. Замечаний фиксируются гораздо больше, потому что система автоматическая сама отбирает, сама фиксирует, сама отправляет. То есть убран вот этот промежуток, когда инспектор тратит время на остановку, фиксацию, заполнение, отправку. Отличительной чертой комплекса фиксации нарушений является то, что система способна работать на скорости автомобиля до 90 километров в час, что отлично подходит для городских условий. Кроме того, умные камеры позволяют инспекторам работать в различных погодных условиях. Система не боится ни морозов, ни слякоти, так как все ее элементы расположены внутри транспортного средства. Искусственный интеллект и никакой магии. Пока в пилотном проекте запущено шесть машин с умными камерами в крупных муниципалитетах – Одинцовском, Ленинском округах, а также Красногорске, Валашихе, Химках и Мытищах. Но в будущем году ГУСТ планирует внедрить в работу еще 20 таких автомобилей. Полина Толмачева, Ферид Харидинов, телекомпания Одинцова.